Но истина это не предмет, это отношение между предметами, а это отношение, оно определяется человеком, умозрительно или мы параметризируем, измеряем, куда стрелка бельгетра отклонилась на пределение грязи поздания. То есть с нейромозрительно экспериментарно мы устанавливаем эти отношения. Значит, само понятие истины это принцип, это инструмент, это правило, по которому мы упорядочиваем предметы внешнего мира в какую-то определенную картину. Мы говорим, это истина, а это ложно. То есть, ну это лучший свет, при помощи которого мы видим окружающий мир. Истина это один из принципов нашего познания мира. она не существует вне нашего познания. Вот в наших, скажем там, этико-эстетических ощущениях, эмоциях, там или нет такого принципа. Или он несколько иначе функционирует. Ну, вот я, например, считаю, ну, например, твою картину цветы вершиной художественного творчества человечества, но это утверждение нельзя параметризировать, нельзя промерить, то есть он спорный. То есть есть некие индивиды, которые так не думают? Нет, скажем так. Они ошибаются, очевидно. Не-не-не. Вот тут, вот тут просто принцип истинности, он так не работает. Просто есть сфера, где, скажем, наука, естество знания. Естество знания и концепт истины, он прекрасно работает. А вот в межчеловеческих отношениях уже не так. Вот когда мы определяем хорошо, плохо, добром, злого, злого. Потому что сами эти понятия, они, ну, амбивалентны. Они неоднозначны. А естество знания стремится к однозначности истины. Поэтому оно называет себя точной, строгой наукой и так далее. А там, где понятия истины функционируют иначе или вообще не применимы, то мы называем это сфера. Ну, это... Сфера... 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 А вот... Дело в том, что... Представим себе, что... Наш мир, он... Невозможен без нашего восприятия, да? То есть, если некому воспринимать наш мир, то, собственно, возможно, он не существует, да? Не, ну, это довольно-таки древняя философская сентенция. Ее практически упреждали Джордж Бекли и Кридзюн. Существует все, что можно помыслить. То, чего нельзя помыслить, но мы не можем вынести суждение о существовании. Я еще добавлю. Дело в том, что очень часто люди, оперированные такими общими понятиями, также философами решатые. Такие, как истина, что еще там... Смысл! Добро, зло, смысл, сознание, полосу деревоисовской категории, они часто упускают из виду, начиная там математизировать, вот эти силы, умазрительные делать пострадения, в любом случае. Они упускают из виду, что, таким звуком и понятия. Они делят можно предметным миром, как с его поделением. даже не свободе понятия или вещи. Такие общие понятия при своем формировании проходят в стадии идеализации. То есть идиная реальность именно, которая выражена в каком-то утверждении, она всегда конкретна. Более того, она не только конкретна, она имеет конкретного насильника, то есть субъекта, который высказывает эту идину. Идина может тоже находиться в разных формах, но основная форма существования истины – это высказывание, условно-песменное высказывание. Но оно не в воздухе это высказывание видает, а оно имеет конкретного насильника. Карл Раймонда Болга, Владимир Гусянов, Адон Алоизович Гиббер и так далее. То есть как конкретных субъектов. А философы начинают шанглировать вот эти будущие понятия. Ну, ярчайший пример – это Имануэль Капп и его критики. Я не говорю, что это неправильно и бесполезно. Просто помнить надо, что хотя на некоторый уровень абстракции правила, сформулированные на этом уровне абстракции, не переносятся прямым образом на реальную жизнь. Вот вспомни, вот все учителя типа «давай вам» или «кушу», «кушу». Конечно. Вот, и посмотрите его сидерные книжки почитать. Он очень часто там буквально в каждой проблеме говорит, что это зависит от конкретной ситуации, это зависит от конкретных обстоятельств, это зависит от конкретного человека, кто будет принимать решения. Вот, то есть, вы и Михаил Афанасьевич Букавков тоже об этом же в «Мастере» написали, что предпрямый текст там написал, что «леденно состоит в том, что я подпределил вам». Что это значит? Это «леденно» всегда конкретно. Бунти Пилат задает ему общий вопрос. Общий вопрос. Что такое истина? Это философский вопрос, да? Он же ж… Иешуага Ноцри называет философом, бродяй философом, бродячим философом. И сам себя, меня тоже философом, только философом светским, ну, прокуратом, он тоже философ. Иешуага Ноцри философ. А прокуратом спрашивает, что есть истина? А бродячий философ отвечает ему, истина всегда конкретна. Вот она, вот у тебя болит голова. И ты, ну, конкретный человек, а это потом уже Мартин Гайдер сказал, конкретный человек всегда имеет дело с конкретной истиной. Непосредственно в каждый момент своего существования человек имеет дело с конкретными вещами. И Ганоцри, он намекает, как бы, не стоит слишком там витать в облаках и рассуждать о том, что такое истина, когда есть дела насущные. Ну, а сама тема, у нас в курсе философии и науки там два или три занятия посвящено разбору. Вот здесь дело в том, что истина, как к соответствии мысли, предмету мысли, это аристотелевская концепция, и она принята в современной формальной логике абсолютно. То есть формальная логика, она держится на этом определении. Но есть и другие. Вот, например, конвенциональная концепция истины, истины как договора. Вот. А есть еще понимание истины, чисто семантическое, как соответствие между высказываниями. Мы не будем определять, какое высказывание ложно, какое истина. Ну, например, Земля вращается вокруг Солнца. Или Солнце вращается вокруг Земли. Да, эти утверждения, они относительны, вот, выбранной иноциальной системы отсчета. Да, относительно наблюдателя. Если наблюдатель находится на земле, то да, Солнце вращается вокруг Земли. И все нормально. Ну, вполне можно построить систему координат, а без Эйнштейн все это чуть-четенько нам объяснить. Ну, с точки зрения концепции семантической истины, мы не устанавливаем истины отдельных высказываний. А нам главное выстроить гармоничную систему этих высказываний. Главное, чтобы сказка была красивой. Повествование главное, чтобы было непротиворечивым, ну, опять же, красивым. Вот, знаменитый французский математик, логик Андрей Планкове, он как определял, ну, предлагал один из критериев, как мы можем определить истинность математической формулы. Он писал буквально такое, что про истинность математического высказывания свидетельствует в том числе его градкость и красота. То есть, чем менее наворочена формула, тем больше вероятность, что она будет истинной. Вот это уравнение Шридингера, которое описывает движение электрона вокруг ядра, а оно сложное, оно дифференциальное. Что с точки зрения Липуангаре уже дает повод к сомнениям разным. Но эти сомнения были, конечно, высказаны вот в французской сети. Продолжение следует... Продолжение следует...